Тост за победу, разговор тет-а-тет и фирменный бронепоезд. Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию и что всполошило Запад? Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил с официальным визитом Россию. Северокорейский лидер 12 сентября прибыл в Приморский край на своем фирменном бронепоезде, который в СМИ окрестили передвижной крепостью. А на следующий день состоялись переговоры Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным. Оба лидера также посетили космодром Восточный. Как проходил визит лидера КНДР, о чем говорили Ким Чен Ын и Путин тет-а-тет, и что так всполошило Запад, рассказываем в обзоре Билта. Что известно о визите Ким Чен Ына в Россию? Сообщения о том, что Ким Чен Ын готовится к визиту в Россию, появились в СМИ еще в начале месяца. Так, американская газета New York Times со ссылкой на источника в американской разведке сообщала, что Москва и Пхеньян заинтересованы в сотрудничестве в военной сфере. В частности, КНДР заинтересована в российских технологиях для создания спутника. А Россия якобы намерена закупить у Пхеньяна артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. СМИ также обращали внимание, что с начала пандемии Ким Чен Ын не выезжал за пределы страны. То есть, по сути, это первый его зарубежный визит за четыре года. В последний раз северокорейский лидер формально побывал за границей в 2019 году для встречи с бывшим в то время президентом США Дональдом Трампом. Главы государств встретились в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Официальная информация о визите Ким Чен Ына в Россию появилась только 11 сентября. В сообщении Кремля говорилось, что визит состоится в ближайшие дни. А уже 12 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в Приморский край. Прибыл на своем легендарном бронированном поезде ярко-зеленого цвета с желтой полосой. Как известно, на поезде передвигались основатель страны Ким Ир Сен и следующий председатель КНДР Ким Чен Ир. При этом сообщалось, что поезд подарил Ким Ир Сену еще Иосиф Сталин. Однако с тех пор вагоны прошли серьезную модернизацию. Несмотря на то, что составы северокорейских лидеров называют бронепоездами, на самом деле броня установлена лишь на двух вагонах – рабочем и жилом. Также, по некоторым данным, при оснащении поезда были использованы материалы, позволяющие сделать его невидимым для спутников и самолетов-разведчиков. Несколько лет назад северокорейское телевидение показало внутренний интерьер поезда. На кадрах можно было увидеть белые стены вагонов, диваны из розовой кожи и плазменные панели. На приграничной станции «Хасан» Ким Чен Ина встретил глава Минприроды России Александр Козлов. Лидера КНДР в поезде сопровождали глава МИД Цой Сон Хи, зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль и начальник отдела внутреннего управления ЦК ТПК Пак Чон Чхон. На следующий день Ким Чен Ин прибыл на космодром Восточный, где его ждал российский коллега Владимир Путин. «Наша встреча проходит в особое все-таки время. Совсем недавно Корейская Народно-демократическая Республика отмечала 75 лет своего создания. 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами» Приветствовал Путин, лидера КНДР. Как сообщает ТАСС, Путин и Ким Чен Ин в ходе совместного посещения космодрома Восточный ознакомились с ходом сборки новой ракеты-носителя «Ангара», а также с характеристиками ракеты-носителя «Союз-2». Лидер КНДР задавал много вопросов. Его интересовали характеристики топлива для ракеты, а также информация о том, куда падают ее отработавшие ступени, принципы движения ракеты-носителя. «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Они и космос пытаются развивать», – пояснил журналистам Путин. Ким Чен Ин оставил запись на корейском в книге «Почет на гостей». Слава России, как страны первых покорителей космоса, никогда не померкнет. Затем состоялись переговоры лидеров двух стран. В открытой для прессы части встречи меньше 10 минут, считая время на перевод. Путин напомнил об особом времени, в которое проходят переговоры, и помощи, которую Советский Союз оказывал корейцам в борьбе за независимость. Лидер КНДР в ответ назвал отношения с Москвой приоритетными для Пхеньяна и выразил уверенность, что саммит поможет поднять их на новый уровень. Он констатировал, что Россия поднялась на священную борьбу за свой суверенитет и безопасность и выразил полную поддержку ее властям. По завершении переговоров в честь Ким Чен Ына был дан официальный обед, включавший, среди прочего, пельмени с камчатским крабом, уху из белого амура и таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенкой. На обеде лидеры двух стран обменялись тостами. Путин поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына, благополучие и процветание народов России и КНДР, которое действует во имя мира, стабильности и процветания в регионе. В Корее есть пословица «одежда хороша новая, а друг старый». А у нас в народе говорят «старый друг лучше новых двух», сказал российский лидер. По мнению Путина, эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между странами. Руководитель КНДР на приеме выразил уверенность в том, что традиционные дружественные связи Москвы и Пхеньяна превратятся в нерушимые отношения стратегического сотрудничества. Пожелал успеха в специальной военной операции и выпил за новые победы Великой России. Наш нынешний визит проходит в период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакционизмом, между справедливостью и несправедливостью. А процесс построения многополярного мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил, сказал лидер КНДР. После завершения саммита Ким Чен Ын отправился в Комсомольск-на-Амуре. Как уточнил Путин, впереди у председателя КНДР большая программа. В этом городе лидер Народной Республики посетит заводы, на которых производится гражданская и военная авиационная техника, а затем поедет во Владивосток, где познакомится с возможностями российского Тихоокеанского флота. Кроме того, в повестке визита несколько вопросов, связанных с экологией, с образованием, рассказал российский президент. В частности, лидер КНДР побывает в Дальневосточном федеральном университете. О чем лидеры РФ и КНДР говорили тет-а-тет? После переговоров в расширенном формате Путин и Ким Чен Ын почти час говорили с глазу на глаз. Они обсудили двустороннее сотрудничество, обстановку в регионе и за его пределами. По словам Ким Чен Ына, речь шла о военно-политической ситуации на Корейском полуострове и в Европе. Президент России назвал переговоры с лидером КНДР продуктивными и откровенными. «Начало хорошее, очень продуктивное. Состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе, по двусторонним отношениям», заявил Путин. Отвечая на вопрос, обсуждалось ли военно-техническое сотрудничество, Путин заявил, что в этой сфере есть перспективы, несмотря на то, что российская сторона соблюдает санкции Совета Безопасности ООН. Подробностями беседы тет-а-тет Путина и Ким Чен Ына поделился представитель Кремля Дмитрий Песков. Конечно, лидеры в беседе с глазу на глаз обменялись детально мнениями о ситуации в мире, о ситуации в регионе, которая тоже весьма и весьма непростая. В приводе слова Пескова ТАСС, он добавил, что свои пояснения давал Ким Чен Ын, что было весьма интересно для Путина. По словам Пескова, во время саммита лидер КНДР живо интересовался возможностями сотрудничества в медицине образований, в области авиации, транспорта и инфраструктуры. Также на встрече Путина и Ким Чен Ына обсуждалась потенциальная подготовка космонавта из КНДР. «Мы говорили о том, что при желании северокорейской стороны можно подготовить и запустить в космос северокорейского космонавта», сказал представитель Кремля. Песков сообщил, что контакты глав МИД РФ и КНДР планируются в октябре. В то же время вопрос об ответном визите Путина в КНДР пока не стоит на повестке дня. «В целом, переговоры были очень важны, очень содержательны. Сам факт приезда сюда Ким Чен Ына тоже с точки зрения двусторонних отношений очень важное событие», сказал Песков. Государственное агентство КНДР ЦИТАК сообщило, что Ким Чен Ын выразила глубокую признательность за то, что Путин лично организовал посещение космодрома и сопровождал его. Лидер КНДР также заявил, что готов работать с Путиным над столетним планом стабильных отношений. Как отмечает ЦИТАК, историческая встреча и переговоры двух глав государств стали эпохальным моментом в деле борьбы с империализмом. Что всполошило Запад? Визит лидера КНДР в Россию находился под пристальным вниманием западных политиков и СМИ. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США озабочены развитием связи между Москвой и Пхеньяном. «Мы следим за этим очень и очень внимательно. Мы увидим, что обе стороны заявят по итогам. Если они решат пойти на заключение каких-либо сделок по вооружениям, мы примем меры, мы поступим надлежащим образом. Безусловно, будут последствия для КНДР как со стороны США, так и со стороны международного сообщества», цитирует Кирби Тасс. При этом руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что США не располагают информацией обо всех результатах встречи Путина и Ким Чен Ина. Генсек правительства Японии Хиракадзу Мацуна заявил, что в Токио анализируют информацию, связанную с визитом Ким Чен Ина в Россию. Он также заявил, что правительство Японии находится не в том положении, чтобы комментировать переговоры на высшем уровне между РФ и КНДР, а также их возможные результаты. При этом премьер-министр Японии Фуми Аки Сида заявил, что японские власти продолжат добиваться встречи с лидером КНДР. Представитель Минобороны Республики Корея Чон Хак Гю заявил, что его страна внимательно следит за визитом Ким Чен Ина. В частности, Сеул беспокоит возможные переговоры по передаче оружия или технологии между РФ и КНДР. Примечательно, что на фоне визита Ким Чен Ина в Россию со стороны Сеула прозвучали заверения, что Республика Корея не поставляет летальное оружие Киеву. Генсек ООН Антонио Гутерриш заявил, что любое взаимодействие с КНДР должно соответствовать санкционному режиму Совбеза Всемирной Организации. Вместе с тем, давать оценки переговорам Путина и Ким Чен Ина генсек ООН не стал. Западные СМИ ожидали от встречи Владимира Путина и Ким Чен Ина решения о поставках боеприпасов для войны в Украине. Перед камерами они об этом не говорили. Но лидер КНДР заявил о поддержке Путина в священной борьбе с гегемонистическими силами. Мнения экспертов по поводу возможных поставок снарядов разделились, пишет BBC. Если не считать несколько фотографий, мы понятия не имеем, что происходило за закрытыми дверями. Стороны не провели пресс-конференцию и не выпустили коммунике. Ни о каких сделках публично не сообщалось. Определить реальные выводы саммита на Дальнем Востоке России будет непросто, даже несмотря на то, что глобальные ставки довольно высоки, отмечает американский телеканал CNN. Обретенная КНДР уверенность опасная вещь. Становится все более очевидным, что Пхеньян воодушевился формированием нового антиамериканского блока, что побудило его наладить контакты с Пекином и Москвой, пишет Bloomberg. Как оценивают визит эксперты? Содержание переговоров Путина и Ким Чен Ина в ближайшее время может остаться закрытым. Такое мнение выразил в беседе Стас, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Официальные результаты, которые были оглашены, достаточно лаконичные. В лаконичной форме были преподнесены, поэтому мы можем предположить, что основная часть переговоров прошла в закрытом режиме. Как и анонсировалось, и Песковым, и нашим МИД, что будут обсуждаться, в том числе, чувствительные проблемы, которые не подлежат обнародованию. Я думаю, с достаточной обоснованностью можно предполагать, что вот так оно и произошло, что большая часть достигнутых договоренностей осталась и останется на ближайшее время закрытой, сказал он. Аналитик также отметил, что программа переговоров была содержательно насыщенной и нестандартной. Он обратил внимание на состоявшийся визит лидера КНДР на космодром Восточный и добавил, что ранее на космодроме был принят только белорусский лидер Александр Лукашенко. «Это тоже красноречивые факты доверительности и добрососедских отношений РФ и КНДР, устремленных к расширению и укреплению сотрудничества в различных областях, включая военно-техническую и космическую», подчеркнул Воронцов. Говоря о сотрудничестве двух стран в сфере экономики, эксперт указал, что руководитель КНДР привез с собой очень большую команду представителей высшего ранга КНДР, включая экономический блок. Воронцов, упомянув также санкции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, отметил, что российская сторона может их самостоятельно оценивать и интерпретировать. «Это подразумевает поиск каких-то нестандартных и креативных решений путем расширения и насыщения нашего экономического сотрудничества», продолжил он. И, возможно, тоже не все из них подлежат широкой публичной дискуссии, так сказать, обнародованию. Кроме того, эксперт указал на то, что визит был также посвящен обсуждению крайне злободневных тем и в области безопасности, поиску путей совместного реагирования на новые угрозы и вызовы, которые в большом количестве появились в последний год, в последние месяцы и на Дальнем Востоке, и в Северо-Восточной Азии, и вообще в целом в мире для обеих стран. «Я лично оцениваю результаты этого визита, его результаты, как, безусловно, очень важные, содержательные», добавил он. В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Иран Константин Осмулов отметил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна становится стратегическим ввиду того, что в эпоху глобальной турбулентности мир начинает делиться на военно-политические блоки, и это всерьез и надолго. Он также обратил внимание на то, что визит Ким Чанына в Россию стал первым после ковидной изоляции. Воронцов в этой связи охарактеризовал визит лидера КНДР как красноречивый факт. Все-таки после ослабления трехлетнего периода самоизоляции в связи с пандемией ковида это первый визит за рубеж в Россию. Пхеньян придает Москве приоритетное значение в своей внешней политике, заключил аналитик.